Более полутора миллиардов рублей на такую солидную сумму увеличивается доходная часть областного бюджета. Сегодня депутаты регионального парламента решали, на какие цели будут направлены полученные средства. Кроме того, депутаты рассмотрели вопрос о льготной ипотеке для сотрудников предприятий авиапрома и IT-сферы. Главный финансовый документ сохраняет свою социальную направленность, а дополнительные средства, полученные с федерального бюджета, позволят решить накопившиеся вопросы в отраслях здравоохранения и образования, социальной защиты, спорта, охраны окружающей среды. Министерству просвещения и воспитания направляется 260 миллионов рублей, из них 60 будет направлено на обеспечение бесплатным питанием учащихся областных образовательных учреждений. Министерству здравоохранения предоставляется 164 миллиона рублей, из них 85,8 миллиона будет направлено на обеспечение деятельности учреждений здравоохранения, что позволит уменьшить дефицит территориальной программы государственных гарантий. 30 миллионов рублей предусмотрены на выкуп общеобразовательного комплекса «Школа-детский сад с плавательным бассейном» в рабочем поселке Ишеевка. 9,5 миллионов рублей будет добавлено на строительство детского сада в селе Сосновка Корсунского района. И столько же пойдет на создание дополнительных мест в детсадах для детей в возрасте от полутора до трех лет. 20 миллионов рублей направят на ликвидацию несанкционированных свалок. Речь, в частности, идет о рекультивации полигона близ села Красный Яр в Заволжье. Депутаты изменения в бюджет региона в целом одобрили, отметив, что будут следить за эффективным расходованием средств. Деньги все целевые. На заседании комитета мы вчера рассмотрелись эти вопросы. Комитетом изменений одобрены. Еще одним значимым вопросом, который рассмотрели парламентарии, стал вопрос о размере выплат по льготной программе губернаторской ипотеки. Воспользоваться ей на заявительной основе могли, в частности, IT-специалисты и работники, занятые в авиапроме. Но если раньше сумма господдержки составляла 150 тысяч рублей, то теперь она возрастает до 250 тысяч. Эти деньги можно потратить на первоначальный взнос по ипотеке. Цель – стимулировать представителей востребованных в Ульяновске специальностей работать и жить в нашем регионе. Мы видим, что банки при требовании внесения первого взноса подняли условия и увеличили с 10 до 15%. И также мы видим общее удорожание жилья. В этом законопроекте мы расширяем перечень возможных получателей. Вводится две дополнительные специальности – это следствия сборщик летательных аппаратов и сборщик клещик. Нынешнее заседание завершающее весенние сессии 22-го года. А поэтому председатель парламента Валерий Малышев подвел итоги полугодия и отметил, парламент работал слаженно и эффективно, в том числе при непростом взаимодействии с исполнительной властью. Из наиболее значимых законов, принятых в первом полугодии, выделили изменения в закон о патентной системе налогобложения, когда мы практически освободили от налога сельские магазины и значительно уменьшили стоимость патента на грузовые перевозки. Дискуссии, как правило, заканчивались консенсусом, что было особенно важно для медицины, объекта в социальной сфере, на которые мы в феврале и мае направили дополнительное финансирование. Думаю, каждый здравомышлящий политик согласится, что курс выбран верный. Главного с него не сбиться. Игорь Кранцев, Среди свечников, Вестсульяновск.